Доброе утро, это 3 минуты о загородной жизни, я Сергей Благарский. Друзья, сегодня мы будем снова говорить о фикусах. Вот они, один растет, второй из черенков, выращенный нами, свальдом. Ну, а вот этот я вам обещал, что мы будем его пересаживать. В общем, если вы не хотите мучиться, друзья мои, не покупайте такие горшки с широкой серединой и узким горлом, потому что пересаживать потом из этого горшка будет очень сложно растение. Я не знаю, придется вот как-то вытряхивать теперь полностью. Вот. Ну, что я хочу сказать, корневая хорошая, однако вот здесь усохший пенек, он нам не понадобится, поэтому мы его срежем. Далее мы берем хороший горшок с хорошей формой, с хорошим объемом, кладем керамзит, потому что фикусы вообще терпеть не могут замокания корней, и поэтому это очень важно, чтобы почва не была очень влажной. Но и сухой тоже не любят, потому что они могут сбрасывать листья, особенно фикус бенджамина. Далее мы насыпаем новый грунт, потому что растению нужно питаться весна, он должен расти и увеличиваться. Ну и достаточно, я думаю. Сейчас можно установить наше растение в горшок и засыпаем нашу корневую систему новым хорошим грунтом, живой землей. Ну вот и все, осталось только полить. И, кстати говоря, обратите внимание, он немножко кривоват в одну сторону, чтобы фикус рос ровно, крутить к свету, а на очереди фикус бенджамина, как все говорят, а правильно, бенджамина. И благодаря вот такому приспособлению, он, кстати говоря, держится на скотче, чтобы не слетал, черенки стоят ровно и вода не испаряется. Вот они простояли месяца полтора, корневая система у них уже вполне хорошая, поэтому мы их быстренько сейчас посадим. Мы берем небольшой горшок, потом лучше пересадим. На дно горшка кладем салфетку, чтобы грунт не высыпался. Керамзит, может быть, здесь и необязателен, потому что через пару месяцев нам все равно придется пересаживать в горшок побольше. На дно мы засыпаем немного грунта, утрамбовываем, как обычно. Здесь все хорошо, поэтому, в принципе, все вот эти три черенка можно совершенно спокойно отправить в наш горшочек. Поскольку растение будет расти примерно вот так, значит, нам нужно еще добавить грунта. Поэтому мы спокойно его добавляем. Многие жалуются, что вот этот фикус Бенджамина очень часто сбрасывает листья. Это факт. Когда вы принесли его с магазина, он практически всегда сбросит листья, потому что он вообще не любит, когда его переставляют с одного места на другое. Категорически из комнаты в комнату не любит. Не любит жару. О своих достижениях, о своих питомцах в виде растений присылайте на наш сайт телекомпании «Инисей». Мы будем обязательно рассказывать о ваших достижениях. Это были три минуты от загорода на жизнь. Я Сергей Богатский. Пока. Субтитры подогнал «Симон»